В день женского предпринимательства люберецкие единороссы организовали деловой завтрак для бизнес-леди. Какие вопросы обсудили за утренней чашкой кофе, расскажет Богдан Колесников. Заявить о себе, обменяться опытом и в неформальной обстановке пообщаться с представителями власти. Такую возможность люберецкие бизнес-леди получили благодаря реализации партийного проекта предпринимательства. С депутатами-единороссами коммерсанты обсудили тенденции развития малого и среднего бизнеса и проблемы, с которыми они сталкиваются при ведении своего дела. Сейчас же бизнес терпит на самом деле огромные колебания. Каждый день идет новый подход для того, чтобы удержать клиентов, как-то прорваться вперед, да даже встать на месте. Вы включаете огромный креатив. То есть вам нужен креатив не только дома, чтобы супругу удивить, мужчину удивить, детей одеть. Вам еще нужен креатив для того, чтобы удержать свой бизнес, постараться все это держать на плаву. Предприниматели поделились секретами успеха и опытом участия в грантовых конкурсах. Оживленную дискуссию вызвало развитие социального предпринимательства. Когда кто-то говорит, что бизнес и благотворительность – это дело несовместимо. А мы вот сегодня как раз и обсудили то, что это достаточно совместимо, и как благотворительные проекты, социальные проекты, они помогают бизнесу. Так как я в Совете депутатов возглавляю комиссию по предпринимательству малого и среднего бизнеса, конечно, иногда вот есть такие вопросы элементарные, это в плане коммуникации. Потому что люди, когда открывают какой-то бизнес в городском округе, им реально немножко, они не знают, куда там пойти, у кого еще спросить. Такие встречи, признались бизнес-леди, помогают наладить диалог между частным предпринимательством и властью, укрепляют корпоративные отношения и развивают деловые связи. Я очень рада, что была приглашена на такое мероприятие, потому что это очень значимо. На самом деле, женщины должны между собой встречаться, общаться, делиться своими проблемами, радостями. Да, вы знаете, сколько можно решить вопросов за одним столом. Вдвойне приятно, что и город Люберцы, которые стали нам сейчас братьями, сестрами, близкими людьми, но хотя мы всегда были близки, организовывают и приглашают уже нас на такие мероприятия. Я думаю, что таких мероприятий будет большое помощь. Спасибо вам всем.